В окружной столице прошли межведомственные профилактические мероприятия, комендантский час и семья. Участники рейда патрулировали улицы города и поселка искателей, а также семьи, находящиеся в социально опасном положении. Об итогах рейда расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Перед выездом участники рейда проходят инструктаж, а затем делятся на группы. В составе каждой представители комиссии по делам несовершеннолетних педагогий и воспитателей образовательных учреждений, специалисты комплексного центра социального обслуживания, а также представители органов опеки и попечительства. Каждой группе был определен свой маршрут. График у нас ежегодный, утверждается ежегодно. И, соответственно, мероприятие направлено у нас на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. То есть мы сделаем все для того, чтобы дети не стали жертвами преступления, жертвами правонарушений, чтобы в отношении них не совершались и чтобы они сами не совершали правонарушения и преступления. Участники рейда на служебном транспорте патрулировали места концентрации молодежи, увеселительные заведения, а также улицы города и поселка искателей. А уже следующим утром продолжилось профилактическое мероприятие «Семья». По результатам работы проверено 42 семьи, которые состоят на учетах как семьи, находящиеся в социально опасном положении. Пять детей помещено в больницу в связи с злоупотреблением их родителей алкогольных напитков. В ночное время были проверены общественные места и ночные развлекательные учреждения, в которых реализуются алкогольные напитки. В баре адреналин выявлено трое несовершеннолетних. Двое из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Добавлю, родители несовершеннолетних привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал Север.